Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 июля 2016 года, вторник. По одному из старинных четвертый день получения даров природы, прошу прощения, 7524 лета, шеститься. Мы начинаем живой эфир, который, по идее, должен был бы называться «Мужское здоровье». И автор-соведущий Арират, но у нас произошла отмена этого эфира по той причине, что, к сожалению, Арират сейчас находится не на связи. По делам ему пришлось выехать в одно место, но там у нас, как казалось, интернета нет. И вот теперь я объявляю эфир на свободную тему, на тему, которую, в принципе, вы в чате можете сами обозначить. Наверное, я начну с того, что поздравлю всех с продолжением праздников, праздников, которые вереницей и чередой тянутся уже с самого летнего солнцестояния, которые можно называть купальскими днями или купальскими неделями. И по одному из календарей идут сейчас русалии. Итак, раз свободная тема, давайте сделаем так. Я сейчас обозначу что-либо от себя. Вы здесь, пожалуйста, в чате набрасывайте какие-то вопросы, какие-то реплики. По ним буду ориентироваться. Может быть, даже кого-то подключу в живой эфир, если такая будет необходимость. И сейчас, наверное, я, как главный редактор Народного славянского радио, скажу о тех новостях, которые есть. Ну, когда скажу, то поставлю музыку, ознакомлюсь с теми темы, которые вы в чате описали, и после этого уже по теме пройдемся. Итак, что у нас нового на радио? Ну, во-первых, у нас появились новости славянского мира. Это такая программа, которая выходит по воскресеньям. Авторская программа. Сделала ее девушка, которая в чате присутствует. И предложение поступило от нее. В принципе, у меня в голове давно назрела такая тема, что вот хорошо бы новости как-то на радио раскрывать, новости славянского мира. Тем более, что давным-давно еще были попытки какие-то. Но в систематику это не вошло, потому что, видимо, не хватает рук, не хватает ушей, не хватает глаз. И, может быть, даже времени. Поэтому как-то все это в свое время удачно схлынуло. Ну вот. Тут, значит, появилась такая инициатива. Ну что ж. В нашем полку, говорится, прибыло. Я был рад. Потому что существуют иносаторские программы, это какие-то братья-месяцы, где разговор идет о тех традициях, о тех днях, которые в славянском мире отмечаются в разных направлениях, в разных конфессиях. Здесь упоминается и христианство, здесь упоминаются какие-то бытовые праздники светские, то, что называется. Здесь упоминаются и по родноверческому календарю праздники, здесь и по староверческому календарю. И вот программа, на мой взгляд, уже заслужила признание. Выходит она на очень хороший уровень, на мой взгляд. Наша сотрудница старается изо всех сил, то есть находит интересный материал, сама же его озвучивает, редактирует, переделывает. И мне остается только его сводить, чему я несказанно рад. Дальше у нас следующая авторская программа в исполнении Василия Васильевича. Это стол заказов, который он также сам предложил проводить, сам подготавливает материал, сам ведет переписку, собирает заявки, сам озвучивает. И мне только остается уже сводить тоже и выкладывать подготовленный им материал. Также авторская программа, но она не называется как-то, это Валентина, которая называется Валька, себя так называет. Ну, говорит, не нравится мне вот Валентина, там Тина присутствует, но это так, это особенность ее восприятия своего имени, поэтому называется Валька. Ну, Ка это понятно, объединение хорошее. А что Валь означает, я пока не знаю, я не спросил. Ну, пускай будет так, как она сказала, Валька. Так вот, это очень интересно, на мой взгляд, различные варианты озвучки, подборки. Там есть и притчи, там есть и сказки, причем сказки старые на Говоре Поморской были озвучены. Кому-то нравится, кому-то не нравится, дело вкуса, я не беру здесь ничего от себя говорить. Но то, что это сделано с огоньком и весело, это да, это отмечено. Также вот русальские сейчас, поскольку дни идут, то в этом случае звучат, опять же, озвученные ею статьи, связанные с русальями, вопросами с... Я сказал, русальские, немножечко не так. Русали сейчас идут дни, на самом деле, это же у нас купальские дни. Так вот, купальские статьи, там рассматриваются, большие статьи были взяты, разделены на несколько частей, и там рассматриваются разные аспекты, разные взгляды на все эти праздничные мероприятия. Вот, это, значит, третья авторская программа. Ну, и вот появилась у нас еще и новостная программа. Значит, в чем суть этой программы, те, кто еще не в курсе. Выходит она по воскресеньям, в этой программе рассказывается о том, что было, о том, что происходит, и о том, что будет происходить. То есть, о том, что было, это какие-то события, может быть, времен очень давних, стародавних, не так давних, где рассказываются, например, археологические находки, очень интересные, может быть, какие-то прошедшие мероприятия и их значимость. О том, что сейчас происходит, об этом тоже может упоминаться, чтобы тоже осветить какие-то деяния, какие-то действия, какие-то праздники. И о том, что будет происходить на ближайшей, следующей неделе, поскольку, я уже сказал, что воскресенье происходит, выходит этот выпуск, вернее, нет, он выходит четыре раза в день, начиная с часу ночи по московскому времени, и вот четыре раза повторяется. Поэтому, в связи с этим, я предлагаю следующее всем нашим радиослушателям, кто нас сейчас слушает. Пожалуйста, если у вас есть что-либо интересное для того, чтобы сообщить славянскому миру о том, что у вас происходило, происходит или будет происходить, то вы можете через форму обратной связи написать, что вот у нас будет вот это мероприятие в таком-таком-то направлении. И если это мероприятие не является какой-то чернухой, если там все так, как на наш взгляд, взгляд редакции должно происходить, то есть без мордобоя, без какой-то глупости, без каких-то там завихрений не в нужную сторону, то тогда это мероприятие будет совершенно на безвозмездной основе озвучено, потому что радио у нас некоммерческое. Мы, если занимаемся рекламой, то только на дружеских основах и рекламируем только то, что, на наш взгляд, является полезным для всего славянского мира. Вот такая направленность. Поэтому что-то у вас есть, что-то у вас должно произойти, что-то у вас произошло, и это что-то должно всем стать известным, то, пожалуйста, присылайте свои сообщения, и в новостях вы услышите. Также предложение, если есть какой-то хороший человек, которого надо поздравить, то, пожалуйста, не стесняйтесь к Василию Васильевичу, обращайтесь, там даже есть у нас форма «Стол заказов» на Народном славянском радио на сайте. Вы можете туда отправлять через эту форму обратной связи, сообщения, предлагать, чем поздравить, какие-то добрые слова, и Василий Васильевич это все дело озвучит, и после этого прозвучит «Стол заказов» с вашим поздравлением. Это вот что касаемо того, что происходит. Теперь по поводу, часто говорят, ну вот как-то можно еще поучаствовать. Да поучаствовать можно по-разному. Например, вот есть у вас какое-то желание что-либо озвучивать или о чем-либо писать. Пожалуйста, не стесняйтесь, находите тему или какую-то серию передач под одной общей темой и что-то озвучиваете или о чем-то пишете, присылаете к нам. Если мы видим, что да, тема интересная, да, она должна звучать на радио, то выделяется время для вас, и озвученное вами или написанное озвучивается опять кем-то из наших сотрудников, и оно будет звучать в определенное время. Это вот то, как можно себя проявить. Я думаю, что чем больше у нас будет появляться творческих людей, которые себя будут проявлять как творцы, тем будет лучше всему славянскому миру. Помимо всего этого, значит, еще у нас задумана одна такая рубрика. Это субботний 12-часовой эфир. Уже первый анонс выложен на сайте Народного славянского радио. Если внимательно посмотреть в разделе анонсы, то вы обнаружите, что по большому секрету в субботней передаче 12 часов анонс эфира. И там напишется, что по большому секрету сообщаем, что иногда по субботам 12 часов в московскому времени сетки вещаний Народного славянского радио может транслироваться интересная передача запись беседы с известным человеком о звучной статье или живой эфир. И вот как раз здесь, в первой такой передаче, у нас будет звучать беседа с Велеславом, известным человеком в славянском мире, в славянском направлении, которая была записана 25 июня на праздник Купала 2016 в русском районе Московской области. Передачка размером чуть меньше часа. Поговорили мы, так, сели редком, поговорили лотком про некоторые моменты славянского мира, но, в частности, про праздник Купала, который отмечался по этому традиционному направлению, который представляет Велеслав. Через субботу будет звучать еще одна запись, потом через субботу еще запись будет звучать уже с другим человеком, тоже вам хорошо известно. Так что вот 12-часовые эфиры, они тоже набирают такой тенденцию очень правильной, на мой взгляд, появления своей. И вот как-то вот так. Еще, если, например, вдруг у вас какое-то мероприятие, которое нужно для славянского мира, и его требуется осветить, то можно не дожидаться эфиров в 8-часовых или там 12-часовых. Можно также связаться, рассказать суть того, что у вас происходит. И если мы увидим, что это надо будет как-то озвучить, то также можем записать наш разговор, и он также прозвучит в эфире Народного славянского радио. Так, теперь я буду смотреть, что у нас происходит в чате, и постараюсь каким-то образом отвечать на вопросы. Если вопросы, сразу говорю, если вопросы какие-то есть у вас по тому, что я сказал, то вот, пожалуйста, задавайте. И я постараюсь их озвучить. Итак, читаю чат. Чат, напоминаю, находится на сайте Народного славянского радио. В любом поисковике можете набрать это сочетание, перейти на сайт slavomir.org и дальше найти слово «чат». Так, жаль, что нет у меня скайпа, а не микрофона. Ну что ж, это дело поправимое. Скайп, программа бесплатная, микрофон, конечно, бесплатный вряд ли можно найти, но я думаю, что тоже решить проблему можно. Это я отвечаю на реплики, которые уже в чате. Так, дальше. Давай про пробуждение. Значит, о пробуждении. Пробуждение чего? Пробуждение славянского мира, пробуждение человека. Здесь надо уточнить, что имеется в виду о пробуждении. Я себе помечаю, сюда, как в себе записываю, в тетрадочку, чтобы можно было этот вопрос поднимать. Так, дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Новости от редактора. Ну, новости от редактора я обозначил. Это была тема от предложенной Данила. Дальше. Что такое русалии? О, Елена, 777. Что такое русалии? Так, записывай себе. Русалии. Что это такое? Так, дальше. Следующий вопрос. По очереди буду отвечать, чтобы сейчас понять конву вопросов, которые звучат. Я себя сначала записываю, потом буду отвечать. Так, дальше. Ингварь. Я тебе посылал через обратную связь ссылку на цикл американских документальных финнов. Это те, про которые говорил в эфире про бессмертный полк. Да, благодарю. Благодарю. Я получал ссылку. Пока еще, честно говоря, не ознакомливался, потому что просто времени не хватило. Дальше. Дмитрий Николаевич. Про Дмитрия Донского хотелось бы услышать, если есть возможность. Вопрос. А что про него услышать? Просто назвать Дмитрий Донской? Значит, услышали. Если нужно что-то более конкретное, то давайте уточнять. Так, дальше. Я их просмотрел. Фильмы хорошие. Понравились. Благодарю еще раз. Я посмотрю. Так, дальше. Читаю. Читаю, читаю, читаю. Опять про фильмы. Переписка между участниками. Так, дальше. Владимир. Второй раз в субботу вечером собирался послушать передачу. А она днем. Ну, там написано в анонсе о том, что время не 20.00 по Москве, а 12.00 по Москве. Так что просто смотрите. Вот здесь, кстати, можно вспомнить хорошие такие психологические тесты, когда что-либо привычное для человека становится обыденностью. И потом на все, что происходит вокруг человека, он эту обыденность свою накладывает. То есть некое лекало он накладывает на все, что вокруг него происходит. И к каким неприятностям это может приводить? Это может приводить к куче ошибок. Поэтому я предлагаю каждому все-таки относиться более трезво, более внимательно к тому, что вы видите и чувствуете. Потому что если вы будете все время по лекалу действовать, то в этом случае тогда с вами могут происходить неприятности. Вы можете попадать в просаг на ровном месте. Сейчас я сделаю вот что. Я поставлю музыкальную паузу, чтобы мне не читать в эфире какие-то вопросы, которые здесь звучат, которые написаны. И в музыкальной паузе я их соберу просто, и тогда уже начну отвечать на то, что вы здесь написали. А вы пока пишите, пожалуйста, реплики, какие-то вопросы. Итак, музыкальная пауза. После этого продолжаем наш разговор. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 июля 2016 года вторник, по одному из старинных четвертый день месяца получения даров природы, 7500 до 4 лета, шестица. Русалии такие праздничные дни, с чем я вас и поздравляю, те, кто отмечают по одному из календарей. Напоминаю, что сегодня, по идее, должен был быть эфир «Мужское здоровье» с «Арирадом», но получилось нас отменно из-за того, что просто на простом месте, где «Арирад» сейчас находится в командировке, интернета как такового нет. И встретимся с ним после 13 июля. Вот когда, так говорится, смотрите в новостях. Итак, вопросы я записался в музыкальной паузе. Русалии, что это такое? Русалии. Ну, слово «русалки» на статье, вот я уже говорил, что звучат в статье, озвученной Валькой. И там как раз есть «Русалии недели», «Русалии дни», рассказывается о том, какие русалки. Русалки – это такие, с одной стороны, мифические существа, которых современные люди приписывают к женщинам с ластами. На самом деле все не так однозначно, потому что даже если цитировать классика «Русалка на ветвях сидит», то встает вопрос, как русалка, женщина с хвостом, могла туда забраться. И получаются такие анекдотические случаи, которые описываются в мультфильмах, когда русалка все время соскальзывает, падает с дерева. И вот тут такое ощущение, что те, кто это рисовали, с дуба рухнули вместе с ней. На самом деле русалка – это мифическое существо, которое объединяет в себе все самое светлое. Рус – это светлое, ал – это объединение всего, то есть всего светлого. И, как правило, русалки в первую очередь, в большинстве своем случае, в древности, назывались женщины-птицы. Те самые вещи и птицы, которые прилетали на дуб, прилетали на священные деревья, прилетали в священные рощи, на капище общались с людьми, доносили информацию. К этим птицам относятся гамаюн, алконост, сирин и другие. Но потом, в дальнейшем, русалки, не знаю уж по какому принципу они были переведены в другое состояние. Я так предполагаю, что все-таки недруги наши постарались очень активно, когда уничтожали нашу древность. И вот стали мавок или мафок, или водениц, или щекотниц, по-разному их называли, называть русалками. А вот как раз мавки, и как их по-разному называли, это были дочери Водянова. Кстати, одна из таких русалок, Садко, очень активно общалась. И царем морей кто-то называет Непт, кто-то называет еще как-то по-другому Нептун. Но дело не в этом. Дело в том, что изначально русалки тоже не были с хвостами, те, которых уже как мавки стали называть русалок. Они могли передвигаться. И в конечном итоге получилась такая путаница, что русалками стали называть уже всех, кому не лень, и всех подряд. И вот к ним как раз относились и водяные, и те, которые небесные, птицы вещие. И даже появились обряды, когда русалок призывали в купальские дни, на русале недели, чтобы они появлялись на полях. И таким образом, чтобы появлялась влага на полях. Потому что как раз в этот самый момент, когда всей энергии в полном разгаре, необходима была влага для того, чтобы зелень крепла, росла и наливалась жито, наливались другие растения силой. И там, где появлялись уже русалки в современном представлении, но пока еще без хвостов, там как раз-то все происходило. То есть природа нормально шла в свою очередь дом и соединилась с небесным, с земным. И вот тут как раз очень интересные моменты и проявлялись. Для русалок в эти дни заплетались березки, целые обряды были на русале. Недели, когда девушки ходили в лес, проводилось кумовство, когда младших девушек принимали к старшим девушкам, и они кумились, то есть становились кумами между собой, породненными. То есть девочек маленьких принимали в такое же девичье состояние, где уже можно было делиться секретами, что-то познавать, то есть вествовать. И тогда заплетались нижние ветки березок, заплетались венки на березках, прямо из живых веток березовых, заплетались венки из трав, соединялись между собой. Вот эти вот дни русали. Омывались, купались, очищались. Мужчины тоже в стороне не стояли, там занимались своими вопросами, своими делами. В общем, русали дни – это и недели русали, это очень интересные. Но я думаю, что эфир нет, он посвящен. Поискать можно обрядовость, об этом что-то узнать. Так, дальше. Смотрим еще, какие были у нас вопросы. Когда запись субботней будет доступна? Субботняя запись будет доступна в субботу в 12 часов. Начнется эфир, одновременно на под FM появится запись, а дальше будет обновление, и на сайте тоже ближайшее, после 12 часов время должна она появиться. Дальше. Тема эмоций, эмоциональное включение в события и их влияние на здоровье, помехи в родовом канале и даже его забивание сущностями, а также влияние на эмоциональном уровне в мое. И что на самом деле? Ох, какая интересная тема, развернутая. Так, ну что ж, эмоции, эмоциональное включение и события и их влияние на здоровье. Вот, опять же, часто, когда общаешься с людьми, то обращаешь внимание на то, что они живут в неком своем мире. Вот когда мы говорили о том, что кто-то ждал в субботу, что в 20.00 будет по Москве эфир, а на самом деле он в 12.00. Вот это как раз из той же самой серии. Привычно, что вот так оно происходит, и уже, значит, весь мир будет таким. А тут оказывается, что нет, весь мир не такой, и не в 8 часов вечера по Москве, а в 12.00 будет происходить это мероприятие, этот эфир, трансляция, встреча с каким-то человеком и так далее. Так вот, очень часто бывает следующая ситуация. Кто-то в семье, например, мужчина или женщина, ну, чаще всего это мужчина, загорается идеей славянства. Вот он смотрит различные ролики с очень интересными людьми, он слушает выступления, ему так это все нравится. Он зажигает своей энергией, своим интересом домашнее окружение. Ну, если это мы говорим о семейной паре, то, значит, свою супругу. Супруга включается в это, включается в поле мужчины, как это, в принципе, и должно быть. И в том случае, если эмоции супруги более, как бы так сказать, более-более-более ярко выражены, то в этом случае происходит такой интересный момент. Она загорается даже подчас больше, чем сам супруг, и создает некое свое представление о чем-либо, в частности, о жизни славян. И вот тут происходит очень такая ситуация, не всегда правильная, которая может привести к плачевным результатам. К примеру, женщина наслушалась тоже этих выступлений, наслушалась много теоретиков. Ей представилось, что надо ходить в белом до пятых платье, расшитом, носить очелье, какое-либо там именно речение пройти, по какой-либо традиции. Вот дом полная чаша, много детей, жить на земле и так далее. Вот все у него сложилось такое. Причем здесь надо уточнить одно, что женщина и мужчины городские. И вот они, значит, собрались, все, едем-едем, живем по-нашенски, и поехали на землю. Приехали на землю, заводят хозяйство, и вот тут начинаются выползать подводные камни, как в той самой поговорке, гладко было на бумаге, и забыли про овраги. Когда просто дачники приезжают на село, то да, здесь можно ходить в длинных платьях, в красочных рубахах, с длинными рукавами, в очелье, петь песни, нюхать цветы, собирать травки, муравки, делать веночки, чай делать, славить солнышко, костерки жечь и так далее. Когда же появляются дети, когда появляется хозяйство, реальное хозяйство, когда это не шесть соток, а, например, гектар земли, который необходимо обрабатывать, необходимо пропалывать, необходимо поливать, необходимо удобрять, необходимо защищать его от паразитов, от птиц, от кротов, от чего угодно, от медведок, то в этом случае как-то время на цветочки и веночки остается все меньше и меньше. Руки начинают грубеть, очелье уже не так помогает, платье длинное начинает мешать, потому что вот как-то так не очень удобно за козой или за коровой навоз убирать в этом платье. Дети растут, детям надо уделять внимание, а тут бы вот с пчелами справиться, а тут бы вот корову подают, а тут бы вот накосить, а тут бы убрать, а тут бы это, это, это. И, конечно, в итоге те девичьи представления о светлом будущем славянской семьи, они как-то натыкаются на рифы, и кораблик разбивается, начинает тонуть. Что происходит? Почему это происходит? Происходит это потому, что, на мой взгляд, воображение человека дорисовывает не то, что есть, а дорисовывает, как бы ему хотелось, и создается такой псевдоэгрегор, псевдоинформационное поле, эмоционное такое, информационное включение, когда человек находится в нереальном мире, а находится в иллюзорном, в мире майя, им же самым созданным. И через какое-то время, когда он видит нестыковку с тем, что реально происходит в этом мире, с тем, его воображаемом мире, то в этом случае идеалы начинают быстренько ломаться. И очень часто вот такие вот молодые пары начинают испытывать какой-то внутренний какой-то дискомфорт между собой. Они начинают как-то между собой ругаться, выяснять отношения. Женщине вдруг хочется оказаться в более привычной доселе среде, то есть в городской, например. И они чаще и чаще начинают мужу заявлять о том, а давай-ка мы это хозяйство оставим, ну давай как дачу там, ну вот урожай весь уберем, закроем, мы поедем, например, в город и будем жить, как все нормальные люди. Мужчина, естественно, он не строил себе иллюзии, он приехал работать, он работает, трудится на земле, все замечательно хорошо, он не понимает жену, а что произошло? Ты же меня во всем поддерживала, ты же вот меня полностью во всем как бы потакала даже, говорила, давай сделаем так, так, и дом мы проектировали вместе, и где что будет рассажено, у нас вот усад и так далее. Ты говорил о том, что детям будет на природе лучше, а сейчас ты вот на попятку идешь. И вот такие конфликты возникают, то есть не понимают люди, почему происходят конфликты. Ну вот как я смог и объяснил, что происходит ломка тех эгрегорных информационных представлений, которые человек сам себе создал. Что здесь делать? Как здесь быть? Ответ тоже достаточно простой и банальный. Если человек создал что-то иллюзорное, и это иллюзорное не совпадает с реальностью, оно, естественно, начинает рушиться, и он тянется куда? Он тянется к тому, что более привычно. А привычно для него, это город, как я уже сказал, и возвращение туда, то есть изю. Будет ли это правильно? На мой взгляд, как временная какая-то передышка, может быть, но если это временное растягивается на что-то более такое длительное, постоянное, то это будет разрушение. Почему? Потому что все равно так или иначе современный город не предназначен для жизни, для жизни нас как представителей вот той самой белой расы. Для нас все-таки несколько другие условия должны быть. В городах мы как-то начинаем вымирать. Ну, в современных городах, цивилизованных, вот это я имею в виду, а не в древних городах. Но поскольку древних городов я не видел, таких вот реально существующих, поэтому я и говорю о современных. Так вот, реально что сделать и правильно что сделать, это осознать те проблемки, которые случились, осознать причину и начать, основываясь уже на полученном опыте, начать изучать нашу древность, как она есть. Не то, что какие-то теоретики рассказали, очень часто сейчас ролики такие встречаются, когда выходит молодой человек, ну, или относительно молодой человек, там, до сорока лет, который на земле никогда не жил, он начинает рассказывать, как там надо растить деревья, как надо что-то сажать, как надо заготавливать урожай, как еще что-то, еще что-то. Какая-то женщина приходит, которая тоже никогда в населе не жила, она начинает как-то там, может быть, сказочно, может еще, ну, красиво рассказывать об этом, обо всем. И вот это как раз приводит к тому, что люди загораются, а потом, когда приезжают, видят, что что-то не совпадает. И вот эти вот иллюзии, их маленькие грегорные мерки начинают ломаться. Так вот, выход, как я сказал, это основываясь на своем опыте, изучить нашу древность и изучить нашу древность, посмотреть, как жили реальные люди, что они чем занимались, найти способы для вашего участка земли, жизни на нем, возделывания культур различных, какие культуры живут, хорошо растут, какие не очень хорошо. Ну, к примеру, можно, конечно, привезти виноград из Крыма и посадить его где-нибудь под Архангельском в открытой местности и ждать, когда он начнет приносить большие урожаи. Или ананасы можно начать рассаживать, потому что в них там кто-то говорит очень много полезных веществ. Но будут ли они себя хорошо чувствовать? Будет ли тот урожай? То есть, привязанность к месту, привязанность ко времени, привязанность к своим возможностям, это все надо учитывать. И вот когда этот опыт, ваш личный, неудачный опыт, перейдет в раздел вашего личного самого драгоценного опыта, потому что даже самый неудачный опыт ваш, это самое дорогое, что есть на свете. Вы его получили не кто-то иной. Вы оценили свои возможности, оценили то, что можете делать и так далее. Поэтому это самое дорогое, его надо беречь и без него никуда. Так вот, когда вы этот опыт наложите на не просто людей, которые что-то красиво рассказывают, а тех людей, которые практически что-либо делают, то есть, теперь начнете уже относиться к выступающим людям с точки зрения «А кто ты такой? А почему ты об этом говоришь? И какое ты имеешь основание так говорить?» То есть, включится у вас здравомыслие. Вот тогда грабли будут отложены в сторону и начнется ваша реальная настоящая жизнь. Пока вы набивали шишек, набивали шишек за свою неопытность, за свою где-то, может быть, глупость или за что-то еще. Но как только вы осознаете о том, что ведь наши предки жили на земле, и жили-то они не одну тысячу лет, и не 10, и не 20 тысяч лет, а намного больше, и жили счастливо, и когда вы сможете оценить свои возможности, свои знания, своим опытом вместе сложите, вот тогда у вас что-то пойдет. Вот как-то так. Теперь, по поводу эмоциональных включений, влияния на здоровье, помехи в родовом канале, и даже забивания сущностями. Была заснята недавно передача, ну, не передача, а мое выступление, где как раз я касался этого вопроса, как уйти от страхов, что такое есть страх, какой страх самый важный, самый главный, из-за которого все строится, как от него, осознав этот страх, что с ним дальше, вернее, делать, как включить свое высшее я, то есть включить самого себя в управление своей жизнью, чтобы вот эта вот зверушка, называемая человеческим телом, она могла как-то вот все-таки существовать и подчиняться той цели, которую вы когда-то поставили перед своей жизнью, перед этой самой зверушкой, человекообразной. Вот как раз была записана вот такая передача, там больше часа она получается. Я надеюсь, что скоро она будет обработана и появится в доступе. Там подняты вопросы и ответы, на которые я пока еще нигде не слышал ответов вот так вот методичными и обратил внимание на то, что когда люди как-то так внимательно относятся к этому, то у них жизнь меняется, они начинают осознанно уже жить. И это я заметил еще до этой лекции, еще до того, как стал там кому-то с чем-то помогать, взбираться, что как только человек начинает осознавать, кто он, то у него проблемы с многими начинают решаться. Он просыпается, он начинает не просто существовать, а реально жить. И в этом случае его жизнь становится наполнена. Почему? Потому что она встает в то русло, по которому человеку необходимо в этой жизни пройти. К примеру, человеческое тело должно родиться в точке А и уйти из этой жизни, вернее, закончить свой жизненный путь в точке Б. При этом оно не просто движется, как непонятно кто, как заяц по лесу. Она движется по определенному маршруту. Зайти к бабе Дуне, к тете Глаше, к яде Васе, взять это, передать то, вынести это, с собой унести это. Но ведь, опять же, это не цель самого человека, не цель человеческого, человекообразного существа. Это цель высшего я, то есть того самого, кто является на самом деле представителем, вернее, управителем этого тела. И вот когда человек понимает это все, когда он ставит свое тело на место при помощи тех методик, которые там в этой лекции обозначены, при помощи того алгоритма, то в этом случае тогда тело начинает жить счастливо, потому что оно исполняет возложенные за его обязанности и четко осознает, кто оно и что оно, и что нужно делать. И тогда высшее я, то есть сам человек, истинный человек, та великая сущность, которая все здесь устраивала для себя в этой жизни, он начинает получать то, что необходимо. До этого, когда нет управления высшего я, нет управления самим собой, то в этом случае тело хаотично движется, хаотично пытается кого-то компилировать чей-то опыт, подражать кому-то, все время наступает на грабли, все время бьется головой об углы, обо что только не бьется. И в этом случае и себе вредит, как животному началу, и не дает того, что необходимо получить высшему я. Кто-то это называет родовому каналу, кто-то называет родовой память, кто-то называет душе, кто-то называет духу, кто-то называет. Еще как-то неважно. Мы сейчас эти моменты не обсуждаем. Суть в том, что вот только выстраивание вот этого цельного дает возможность называться человеком-человеком, человеку-человеком. Иначе это только человекообразное существо, низшего уровня, причем которое совершенно неразумно. Так вот, и что касаемо там забивания каналами сущностей. Вот если человек ведет себя как человекообразное животное, то есть нет у него царя в голове, того самого высшего, представителя высшего я, то в этом случае тогда он начинает во все возможные тяжкие дергаться, вливаться и, естественно, охватывает на себя кучу всего. Забивается родовая связь, родовой канал. Он превращается не в двусторонний, а в односторонний, когда оттуда вы видите, что происходит, но ваше тело вам не подчиняется, оно не слушает вас, не может пробиться. То есть односторонняя связь. Да, вы видите, да, вы чувствуете, да, вы все это ощущаете, но тело неуправляемо. Связь односторонняя. И вот когда пробивается вот этот родовой канал, родовая связь налаживается, тогда становится двусторонняя связь, и человек становится человеком, о чем я говорил. Так вот, когда односторонняя связь, тогда человек нахватывает на себя, чего только не набирает. И лярфы, и сущности, и грегорные подключения происходят, и много-много чего. Поэтому эмоциональный уровень меняется, эмоциональный фон. Что же касается еще, если вот такие эмоциональный фон и эмоциональный уровень, тоже слова употребляю, что здесь еще тоже необходимо заметить. Иногда часто бывает на каких-то праздниках, в кавычках я это называю, слово праздники, где присутствует какая-то чернуха. Ну, с виду все вроде нормально, с виду вроде все славянское, там замечательно. А там присутствует реальная чернуха. То есть люди, предводители этого всего мероприятия, они создают не для того, чтобы человек развивался, не для того, чтобы он общался с высшими я, с нашими родами, с нашими богами, с нашими предками, а для того, чтобы просто под своим авторитаризмом подчинять людей и брать их энергию, перенаправлять их куда-либо. То есть ну, как бы чужими руками выгребать каштаны из огня или снимать сливки для себя любимого. Вот. Это называется чернушество все. То есть привязь к себе самого. И вот тут в этом случае что необходимо понимать? Если это происходит, то тогда человека пытаются втянуть во все тяжкие при помощи навязывания эмоционального фона, эмоционального включения, эмоционального уровня. Какого-то уровня. Что это такое? Это когда есть какой-то запал, есть какая-то подача, человек это включается, и так или иначе он создает свой иллюзорный мир. Он попадает... Это простой психологический прием. Увести его от чего-то одного важного во что-то другое вкрутить. Это может быть там различные воздействия нелпишные, это могут быть там какие-то другие, вплоть до какого-то чаромутия в плохом смысле этого слова. И вот тогда человек, находясь в этом фоне, в ложном фоне, он начинает совершать те поступки, которые совершенно ему не нужны, которые совершенно ему не к лицу. И вот в этом случае тогда он начинает притягивать тех, кто питается этой энергией, тех, кто может на эту энергию подсесть, тех, кто может через эту энергию войти. И вот тогда уже, казалось бы, через этот эмоциональный фон человек переключается на какие-то другие рельсы. Это может быть и Грегор, это может быть какая-то воронка, которая создается. Да что угодно это может быть. И вот тогда благодаря вот этому низкому уровню вибраций он начинает себя притягивать и Лярв, и много-много чего другое. Вплоть до таких не очень хороших моментов. Переключение вообще к не то чтобы там и Грегору, а подключение к чему-либо более серьезному и неприятному и чужеродному. Вот такие моменты тоже бывают. Так, ответил на этот вопрос. Идем дальше. Так, за кого Гриша? За кого голосовать на будущих выборах или вообще не голосовать, склоняясь за КПРФ? К Путина у меня доверия нет. Я Гриша. Значит, у нас радио далекое от политики. Я считаю вообще, что слово политика, оно не наше. Представление о политике это тоже не наше. У нас всегда было несколько другое. Слово политика тут вообще не подходит. Поэтому голосовать, не голосовать, решать не мне за тебя. Советовать тебе ничего не буду. Я считаю, что... Я просто свое мнение высказываю. Я считаю, что голосование в том виде, как оно есть, это некое такое мероприятие, которое Сталин в свое время... Ну, как фраза, приписанная Сталину в свое время, была озвучена. Не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Если же у тебя нет кому-то доверия, то в этом случае надо понимать, почему у тебя нет доверия. И необходимо тогда понимать, а что будет от того, что ты проголосуешь или не проголосуешь. Проголосуешь за кого-то или против всех. Что-то изменится. Кто эту игру придумал? Вот сейчас отойдем от политики и представим себе следующий такой вариант. Идете вы по многолюдной улице, где-то в таком многолюдном месте, и вдруг видите, какая-либо происходит игра. Игра уличная. Кто-то сидит или на перстке у него в руке, либо карта у него в руке, либо еще что-то в руке. Вокруг него такая то, что современная молодежь называется тусня, что там кто-то ставит, кто-то что-то выкрики, кто-то там деньги выигрывает. Ну, и вы подошли посмотреть и видите, ой, как все просто, ну-ка дай-ка я попробую. Ну, ставка простая, там, грубо говоря, рубль. Ну, положили рубль. Выиграли, ух ты, ну, теперь давайте вот там 10 рублей. Ну, и так далее. Доходит до 10 тысяч, грубо говоря. И вдруг раз вы проигрываете. Он говорит, да ладно, не переживай, у тебя что-то есть, давай еще что-нибудь. Ну, давай, что-то еще есть. И начинаете опять играть. Ставите больше, чтобы отыграться. И вдруг раз опять проигрываете. В конечном итоге вы вдруг обнаруживаете то, что тот, который сидит вот за этим столиком, он почему-то всегда у вас выигрывает, во-первых. А во-вторых, если не он играет с вами, а он только как такой жокей, то, что называется, да, в казино, который управляет фишками или чем-то еще, то рядом вдруг появляется тот, который все время больше ставку делает, чем вы. И вот тут надо понять, что, скорее всего, вы попали под влияние некой такой организованной преступной группировки, где за счет ваших денег вам же ставки и перебивают. И правила не ваши в этом случае, а правила тех, кто эту игру установил, кто ее создал. И играть вам приходится не по тем правилам, которые вы себе представили, по честности, по справедливости, а играть вы будете по правилам их, даже если вы не хотите этого. То есть они устроители игры, правила устраивали они, и условия игры тоже устраивали они. Поэтому выиграть в этом случае у них, у вас, скорее всего, не получится. Но если у вас большая компания, и если правосудие на вашей стороне, что в некоторых случаях не всегда так оказывается, то вот в этом случае, да, вы эту шайку-лейку можете прижать к ногтю как-то, и, в общем-то, вернуть свои деньги, и вернуть деньги тех, кого они еще обманули. Вот ни на что не намекаю, просто так вот голову пришло такое вот сравнение. Поэтому играть надо тогда, когда вы четко знаете правила, когда вы четко знаете, что эти правила невозможно изменить кому-либо, и что от вашей игры вы находитесь в выигрыше, или ваши близкие находятся в выигрыше. Вот тогда можно играть по этим правилам. До тех пор, пока правила вам непонятны, устроители могут правила менять под себя, ввязывать в какую-либо игру, я, наверное, на улице не стал. Так, дальше. Сергей Сын-Леонидов. Про воду интересны способы очистки. Про водичку интересно поделись, если разумеешь, как очищать в городских условиях. Существует множество способов очистки воды, и, в частности, в городских условиях, начиная с различных вариантов фильтров, которые продаются в магазинах. Ну, естественно, есть такие фильтры, как там кувшинчики, очень простые. Но тесты показывают, что большинство из всех фильтров, представленных, они не очищают воду так, как это хотелось. Они могут их обеззараживать, к примеру, там обычным угольным фильтром. И в конечном итоге это, ну, дает какое-то, может быть, какое-то улучшение качества, но часто и не дает. Плюс ко всему, фильтры быстро засоряются, уголь резко деактивируется, и пользы от него нет. Поэтому вот какие конкретно способы? Ну, наверное, что? Наверное, стоит приобрести... Есть такие приборчики, не очень дорогие. Продаются они и в России, можно их поискать. Продаются они и там изготовители-китайцы. Не буду говорить, где их можно приобрести. Поищите. Сейчас таких магазинов много. Которые измеряют состояние минерализации воды и состояние PH воды. То есть щелочный кислотный баланс. Так вот, минерализация воды может отличаться. Но тоже надо знать, что слишком высокая минерализация, она ничему хорошему может вас не привести. Вот, поэтому такой показатель условный, но этот приборчик надо тоже иметь. А вот то, что называется PH, здесь нужно понимать, что если вы видите, у вас PH показывает где-нибудь ниже 7, то это вода опасная для здоровья. Это мёртвая вода, которая убивает вас. Если 7 и чуть-чуть повыше, то это нейтральная вода. Если ближе к 8 и чуть-чуть повыше, то это живая вода. В городе я пока такой воды не встречал. Может, у кого-то есть какие-то иные заключения. В городе пока я встречал, что всё-таки рядом с 7 и ниже вода из трубы идёт, потому что много окислов, потому что много того, что влияет на закисленность воды. Поэтому что здесь можно сделать? Можно добавлять минеральные, ну, наливать воду в какие-либо ёмкости, где есть минералы, которые защелачивают воду. Можно применять искусственное защелачивание при помощи каких-либо металлов, при помощи каких-либо камней. Можно, опять же, использовать много чего есть, вплоть до шунгита. Можно использовать, если, например, минерализация очень малая, можно использовать яичную скорлупу вместо коралловой воды, коралловых мешочек, которые стоят очень дорого и, на мой взгляд, ничем от яичной скорлупы. На мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, не отличаются и так далее. И есть ещё люди, которые применяют систему обратного осмоса, где сначала идёт полная очистка, а потом уже они применяют минерализацию. В этом случае вода становится более употребима. Кто-то замораживает воду, часть её сливает, часть использует. Опять же, в интернете множество способов. Представлено, как это правильно делать. Здесь я не буду разглагольствовать. Но суть в том, что первый показатель – вода должна быть всё-таки выше семёрки, семь с половиной, ближе к восьми. В этом случае она полезная. Она должна быть натуральным способом, минерализована, а не искусственным способом. И тогда, в общем-то, многое становится в свои места. Если же совсем вы чувствуете, что какая-то проблема такая очень серьёзная с водой, то тут надо уже прибегать к искусственной минерализации вплоть до применения соды. Только правильно. Это должна быть гашёная сода кипятком, а не просто её заглатывать тоннами. И это не должно быть на постоянной основе. Почему? Потому что любой костыль, а сода является, в данном случае, костылем, постоянно применять нельзя. Необходимо, чтобы организм всё-таки выключался. Необходимо искать какие-то другие способы. Надеюсь, что это я ответил. Так, дальше. Дмитрий Николаевич, ну ты же понял про Донского князя, кто он, чем славен. Немного подробностей. Значит, по поводу Донского. Сейчас, если начнём разбирать, это получится вообще отдельная передача. Донской довольно неординарная, на мой взгляд, фигура, которого представляет каждая из сторон, а сторон, там, как минимум, две присутствовало в этой войне, с каждой со своей стороны. И кто-то его демонизирует, кто-то его представляет как спасителем Руси. Поэтому сейчас я предлагаю этот вопрос не затрагивать, иначе мы можем затянуть нашу передачу до таких очень продолжительных размеров. Мне бы это не очень хотелось. Так, дальше. Пробуждение азмии с родовой памяти, процесс узнания себя, трансформации окружающего мира. Ну, без чернобогов. Значит, пробуждение себя, понятие, кто такой. Я частично уже дал ответ по теме эмоционального включения события, влияние на здоровье и так далее. Лекция, если она будет сделана и выложена, я думаю, там будут ответы на некоторые вопросы и какие-то реальные советы, методики по тому, как это все сделать лучше. Вот. Трансформация окружающего мира. Вот здесь я могу от себя пометь, опять же, от себя, как говорил мой хороший знакомый, никому нельзя верить. И то же самое говорил Мюллер Штирлицу, да, никому верить в этом мире нельзя, даже себе, мне можно. Вот я мне, может, и к себе не отношу, потому что я человек, ну вот, всего лишь навсего ведущий, поэтому вот как-то так высказываю свое мнение. А вы проверяйте, проверяйте лишний раз. А вдруг я где-то ошибся или наоборот вдруг к чему-то вас призвал такому, что вам еще рано, а может быть вообще и не надо. Так вот, по поводу трансформации окружающего мира. Очень часто у нас люди пытаются, русские люди, славяне, славяно-арии, славяно-русы, называйте кому как нравится, потому что здесь тоже сейчас споры идут, как правильно называть. Одни говорят, что славянами нельзя называть, потому что славяне появились в слово сколовены, а сколовены – это были рабы. Кто-то говорит наоборот, мы сколовены, мы никогда славянами не были, это новое. Кто-то говорит, да мы вообще славяно-русы. Кто-то говорит, нет, славяне-то вообще придуманы, надо себя ариями называть. Бог с ним. Как хотите, так и называйте. Главное, что не лезьте в печь. Так вот, русичи всегда, они пытались спасать этот мир. Ну, вот так вот у нас заложено генетически. Мы всегда хотим всем в окружающем мире помочь. У нас срабатывает такой принцип. Если вокруг тебя всем хорошо, то в этом случае хорошо тебе. Если вокруг тебя всем плохо, то тебе и будет. И на самом деле вот эта общинность, то, что отражено в заповеди «Живите роем», она на уровне генетики хорошо проявлена. Вот подумайте сами. Если, к примеру, вы живете в деревне, справа от вас и слева от вас, соседи в плохом состоянии, их дети беспризорники, то в этом случае кто убережет ваш огород, вашу скотину, ваш сад, ну и в конечном итоге ваши жизни от нападений? Ведь сейчас они таскают у вас морковку, обтрясывают ее, яблони собирают ваш урожай, вытаптывают ваши поля, когда маленькие. А когда подрастут, они просто будут приходить в ваш дом и вас что-то отнимать. Устраивает вас такой вариант? Нет, не устраивает. Что делает среднестатистический европеец или иной человек, иной цивилизационной группы, иной гаплогруппы, иного миропредставления? Он вокруг себя ставит высокий большой забор, желательно трех, а может быть и четырехметровый, чтобы оградить себя от этих вмешательств. Оградил себя от мира, вроде жизнь удалась, все пошло. Потом вдруг просыпается, смотрит, доски сломаны, дырка в заборе, опять яблони обтрясаны, все вытоптано и так далее. Что он делает дальше? Он укрепляет забор, ставит его железным, натягивает колючую проволоку, вроде бы жизнь удалась. Смотрит, дырка. Короче, проволока сорвана, дырка в заборе, все равно все вытоптано, обтрясано. Так, что он делает дальше? Он латает эти дырки, ставит железобетонный забор, покупает собаку, просыпается, значит, видит, что железобетонный забор повален, собака отравлена, опять все вытоптано и так далее. В конечном итоге он ставит себе пулемет на крышу, прицел с ночным видением и начинает остыть. Оказывается, в тюрьме, жизнь удалась, ну, может быть, кому-то такая жизнь удалась, кому-то нет. Славяно-русский наш подход несколько иной. Если мы видим, что у соседа какая-то проблема, его дети начинают вот так вот беспризорничать, то в этом случае мы обычно собираемся всем селением и говорим, вот, ребят, у нашего соседа проблема, давайте-ка попробуем ее решить. Приходим к этому человеку, начинаем разбираться, почему проблема, почему дети неухожены, почему у тебя сад запущенный, почему нет урожая, почему твои дети лазают везде там, у соседей оттрясают все, воруют, топчут и так далее. Почему ты не занимаешься с питанием? Ну, начинают оправдываться, начинают какие-то вещи говорить. Мы говорим, так, добрый человек, мы тебе поможем засадить сад, мы тебе поможем там дом подлатать, дадим тебе и твоим детям одежду, мы тебя научим, как это все делать. Но если ты сукин сын, после всего этого сделаешь опять подобное, опять напьешься, например, или там за детьми не уследишь, мы тебе или голову оторвем, или пинка тебе под зад там сделаем, или что-то устроим такое, что тебе будет неприятно, а детей разберем просто по семьям. Человек берется за голову, если, конечно, у него еще там мозги на месте, и, в общем-то, все становится на свои места. Помогли одному, помогли второму, через какое-то время дети все ухоженные, дети все нормальные, растут в нашем сообществе, понимают, что такое взаимопомощь, что такое наш мир, что такое община, и все нормально, все хорошо. И получается следующее. В этом случае проявляется славянский, наш русский эгоизм. Мы помогли другому, но от этого нам всем стало лучше, и мне в частности. У меня никто не топчет мой сад, никто не отрисает мои деревья, никто не срывает мою клубнику, не топчет посадки, никто мне не угрожает, мне не нужно этих четырехметровых заборов, за которыми надо постоянно следить. Экономия сплошная на всем, на времени, на заборах, на деньгах. Хорошо так жить? Хорошо. Вот это и есть наше желание помогать все время миру. Мы все время пытаемся кому-то что-то помочь. Мы туда приходим, все время пытаемся спасти кого-то и так далее. Так вот, я такой долгий разговор-то про трансформацию окружающего мира затеял. Так вот, трансформация окружающего мира, трансформация ей окружающего мира может заниматься не только тот человек, которому хочется, чтобы мир трансформировался в лучшую сторону, а еще тот человек, который способен это делать. А давайте подумаем теперь, кто способен это делать. Ну, к примеру, приходит больной врач и начинает вас лечить. Ну, да, можно один раз сказать, что это так приболел человек, он второй раз приходит, больной, его начинает вас лечить. Третий раз за эти вопросы. Если ты врач, почему ты сам болеешь? То же самое и с этим. Если вы еще не разобрались со своим внутренним миром, если еще вы не навели гармонию и лад в своей семье, в своем маленьком мирке, на своей площади, которую занимаете, как вы можете трансформировать окружающий мир? Нет, конечно, можете. Вопрос, куда и во что? Во что вы можете трансформировать этот окружающий мир? Но если вы сами, прошу прощения, пока еще смердите, то в этом случае что тогда вы будете в мир давать? Чему вы будете этот мир учить? Как вы будете в какую сторону трансформировать? Если вы еще не разобрались, что необходимо сделать себе, любимому, так, чтобы жить по-человечески, не как человекообразное существо, по-человечески, чему вы будете этот мир обучать? Что вы будете трансформировать в нем? Куда вы приведете? Не введете ли в этот мир раз еще больший хаос, в такой, который разрушит вообще все. Поэтому трансформация окружающего мира всегда начинается с трансформации самого себя, своего сознания. А это как раз включение своего высшего я, то есть себя, именно себя любимого, себя главного, включение царя в голове, подчинение вот этого человекообразного существа, зверя, демонической сущности, физической воплоти, которая будет вам служить верой и правдой. И вот только после этого, когда вы становитесь человеком, потом становитесь уже азом, вы можете уже трансформировать окружающий мир. До этого, прошу прощения, встаньте в очередь на самосовершенствование. Когда вы себя доведете до кондиции, вот тогда уже поговорим о трансформации окружающего мира в нужную сторону. Так, дальше вопрос. Вопрос читаю. Владимир Измытич, вопрос в эфир. Владимир, здравия, Рерат. Я на даче, не радио, перемещаюсь по улице в плохую погоду, буду одетом, так понятно. Короче, в общем, ответ надо, мне кажется, задать Арираду. Почему? Потому что я не хочу чей-то хлеб отбирать. А мне кажется, Арирад, это сумеет сказать не просто правильно, но еще и подтвердить тем своим опытом большим, который у него есть. Так что давайте дождемся, когда он будет у нас в эфире. Это вопрос, тогда ему зададим, и получим на него ответ. Дальше. Владимир Измытич, Алекс, здравия. Моя статья не подошла по тематике радио. Владимир, статья интересная. Я пока еще не понял, куда ее пристроить, как ее озвучить. Поэтому она получена, не переживай. Если будет возможность, я придумаю, как ее озвучить на радио, и кто ее озвучит, то будет она звучать. Так, дальше. Здесь идет вопрос. По воде закислена вода. Виктор, Гриша, тебе 7 июля подробнее расскажут о выборах. Да, расскажут. Так, вот эти фильтры без пользы. Так, дальше. Политика – это грязь, не несите грязь в Божий дом. Так, Виктор в эфире. В интернете был рассказ одного из разработчиков программы «Газвыборы». Он говорил, что прога так сделана, что какой надо такой результат и выдаст, независимо от того, кто как проголосует. Не комментирую. Виктор все написал. Не комментирую. Здесь нечего. Так. Сергеев. Да мне и так, что водица загрязненная. Так, дальше. Данила. Чистка воды по Вадиму Зеланду или Зеланду. Про скорлупу можно подробнее. Ну, давайте так. Скорлупа – это только не вареное и не жареное. Потому что некоторые любят сначала яйца отварить в крутое, потом то есть. Сразу скажу, вообще от яиц пользы не так много, но иногда это необходим просто продукт. Бывает. Бывает. На определенных стадиях необходим продукт к применению. Но от не вареных яиц это однозначно. Потому что, когда вареные, там уже энзимов нет, они, как правило, затухляют организм. И это подарок вашим братьям-гельментам, которые у вас живут. Поэтому не вареные яйца должны быть. И скорлупа должна быть от сырых яиц. Руками мелко-мелко и бросили на дно трехлитровой банки. И заливаете водой, она настаивается. Если у вас есть шумгит, то шумгит, пожалуйста, туда добавляйте. Если есть кремния, пожалуйста, кремния добавляйте. В общем, делать такую смесь. Каждый минерал наполняет чем-то своим. Кто-то еще песок туда добавляет, чистый, кто-то кварцевый. Там вариантов очень много. Так, дальше. Про обратный осмос. Как самому сделать чудо-прибор? Не надо этот прибор чудо делать. В принципе, обратный осмос продается. Мы уже готовы. Ничего там сложного нет. Так, дальше. Игварис. Всякие вредные люди балуются тем, что вдалбливают в мозг людям мысль, что изменить они ничего не могут. Так что не стоит участвовать. Очень удобно, чтобы Штирлицев не появлялась. Так что тут надо очень хорошенько думать. Вот в прошлый раз развернули компанию «Голосуй за любую другую партию», а не «Ядро». они и поменьше набрали, чем за прошлый раз. Опять же, ничего не комментирую. Политика не наешь конек. Вот. Так что дальше. Где есть по Зеланду ознакомиться? В интернете. Дальше. Я, Гриша, без интуиции никак. Я в этом плане рассуждаю так. Пока делают полезное дело, надо поддерживать. А что касается Думы, у меня мнения совпадают с нодом. Надо сделать хоть, хотя бы как, чтобы оно, она не гадила слишком много. А я пока вижу пользу только от президента. Так что пусть будет те, кто хоть как-то его слушают. Опять же, ничего не комментирую. Так, 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 так. Гриша, мне, кстати, дает неплохое понимание текущей ситуации изучения Сталина. Как-то все проясняется сразу. Так, Владимир, голову оторвем. Снова посадят. Не знаю, о чем речь. Может и посадят, может и не посадят. Были у нас такие, отвели, вы живете, и мы живем, сгорели зимой по пьяни. Ну, всякое бывает. Так, дальше. Реплики, реплики, реплики. Давайте я сейчас еще поставлю одну музыкальную паузу, чтобы собраться с мыслями, и, может быть, какие-то еще вопросы будут. И после этого тогда начнем, ну, если будут какие-то вопросы, еще на что-то отвечу. Если не будут, то будем заканчивать наш сегодняшний такой незапланированный эфир. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 июля 2016 года, вторник, по одному из старинных четвертый день месяца получения даров природой 7524 лета, шестица. Кто отмечает Русаля, тех с тем поздравляю. Сегодня должен был быть эфир «Мужское здоровье». Главный автор, соведущий Ари Рад, но так получилось, что он находится в том месте, где интернет практически не функционирует. Поэтому отмена перенесли после 13 июля, а там как-то уж получится. Итак, эфир на свободную тему, отвечая на вопросы, которые появляются в чате. И вот тут вопрос был от Аркуинона. Вопрос эфир. Алексей, а вот как определить, наладил ли я связь со своим Божественным Я? Ну, во-первых, я всегда говорю, все-таки не со своим Божественным Я, а со самим собой, потому что если наладить связь со своим Божественным Я, так как вопрос поставлен, то, во-первых, это тогда будет налаживать тело физическое, эту связь. И если со своим Божественным Я, то тогда такое ощущение, что Божественное Я находится в его подчинении. А здесь, наоборот, все, мне кажется, представляется. Все-таки Высшее Я, то есть истинный Ты, создавал это тело, создавал вместе со своими родичами, там, которые находятся, создавал часть этого мира, создавал, может быть, целиком этот мир, я не знаю, в каком вы там качестве находитесь, создавали тот путь, который необходимо пройти для получения какого-либо опыта здесь, в этом мире, тело, вот это физическое, взращивали его, помещали его к тем родителям, которые способны дать этот опыт, способны воспитать, создать трудности, может быть, и так далее. Поэтому здесь получается, как Высшему Я, то есть себе, любимому, себе Божественному, наладить связь со своим телом, которое должно быть подчинено, которое должно находиться в содружестве с Вами. Ну, вот Вы создали себе, грубо говоря, собачку, да, вот купили собачку, условно так, пошли на рынок, купили собачку, а потом спрашиваете, как собачка наладить связь со мной? Ну, то есть, понятно, да, здесь немножко другое. Вы купили собачку, Вы с ней налажите связь, Вы ее дрессируете, Вы приводите ее в чувство, чтобы она не бегала от Вас, по двору не кидалась на всех, чтобы она не лаяла, чтобы она выполняла команды лежать, сидеть, молчать, спать и так далее, чтобы она там не грызла мебель, грубо говоря, создать ее условия, но при этом Вы ее любите, Вы ее холите, чтобы она не болела, потому что вдруг придется идти на охоту, собака должна быть готова к охоте. Вот, если сесть на охоту, Вы ее не кормите, после охоты Вы ее там прикармливаете, ну, условно, да, варианты. Так вот, поэтому, как определить, налажена ли связь двусторонняя связь высшего Я, то есть Вас со своим телом, когда у Вас идет информация, знания, ведания, вдруг откуда-то она появляется, эта информация, эти знания, ведания, когда Вы перестаете мучиться в этой жизни, когда Вы перестаете заниматься всякой глупостью, это первый признак того, что эта связь налажена, потому что Высшее Я, то есть Вы истинный, находитесь там, где нет ни времени, ни пространства. Вы знаете прекрасно о том, что здесь происходит, что будет происходить, что происходило, причем знаете сразу и обо всем. И поэтому Вы прекрасно знаете, какой путь должно пройти тело для того, чтобы Вы получили необходимое в этой жизни и чтобы Вы унесли что-либо с собой туда, в копилку принесли. Потому что знания в теле, в человеческом мозге не находятся. Они туда могут помещаться, там могут храниться, там может быть вычислительная машина каким-то банком операционных операций заниматься, перерабатывать его, но знания находятся не там, ведания не там находятся. Так вот, если Вы знаете об этом лучше, чем тело, то тогда телу выгодно, чтобы кто-то более прозорливый, знающий им управлял. Потому что тело в этом случае меньше будет получать шишек, меньше будет получать проблем в этой жизни. А любому животному это очень важно. Ну, в принципе, дальше я все рассказываю в лекции и там все очень-очень подробно изложено. Дальше вопрос в эфир. Что такое воля? Как ее воспитывать? Давайте тогда, наверное, скажем, что у нас часто путают такие понятия, как воля и свобода. Причем свобода, она может быть совершенно в разных представлениях, по-разному пишется, и разный у нее смысл, разные образы. В современном свобода это, как говорят, свободен. А в древнем свобода это когда небеса богами что-либо дают. Вот от жизни человек, он волен и свободен. А вот свобода в современном представлении, которое сейчас мы представляем, это освобождение рабов. Как есть религия, повторное соединение, так и свобода вот не в дословном переводе, сейчас не путайте, потом скажете, вот, Алексей там что-то наговорил. Не ревобода по принципу религия, а свобода в современном представлении, когда от чего-то освободились, вышли с чего-то подчинения. Но, опять же, если человек находится в состоянии человекообразного существа, где животное это всего лишь на всего биоробот с биокомпьютером, то в этом случае он начинает много чего чудить. Он освободился от одного хозяина, дальше он начинает громить станки, и такой появляется очередной Шариков. Такой свободный, очередной Шариков, который поет интернационал, весь мир от насилия мы расслужим до основания, затем мы нашим новым миром построим, кто был ничем, кто станет всем. Вот это гимн Шарикова. Так вот, когда Шариков дорывается до свободы, лучше бы он не дорывался, лучше бы он и был рабом. А вот человек, который волен, то есть свободу, в принципе, еще можно как-то отобрать, а вот волю уже нельзя убрать. Вот этим отличается воля от свободы, как в древнем, так и в современном смысле. Если вам свобода дана богами изначально и воля дана, то волю убрать невозможно, ее можно сломить, уничтожить, но отнять ее невозможно, уничтожить вместе с человеком, у которого воля есть. А свободу можно каким-то образом перекрыть, там, еще чего-то, еще чего-то. Тут может сейчас у нас начаться такой философский монолог или диалог, или философские чтения о том, что такое свобода, можно ли в тюрьме оставаться свободным и так далее, можно ли в тюрьме оставаться вольным. Так вот, воля – это то, что нельзя сломить. Вот это основное ее проявление. Это я Елене 777 отвечаю. Воля – это то, что дано. Это вольный дух, сильный дух. Когда человек, что бы с ним ни происходило, он продолжает делать свое дело. И это человек – герой. он выполняет ту миссию, которая на него возложена. Он выполняет то, что он должен сделать, независимо от обстоятельств жизни. Как воспитывать? Как ее воспитывать? Значит, волю невозможно силовым способом воспитать. Любая воля, она, на мой взгляд, в первую очередь воспитывается, если уж мы говорим слово «воспитывать» здесь применяем, через осознание. Приведу простой пример. Сидят за столом, за обычным столом на празднике друг против друга два человека. Два водителя, которые привезли на этот праздник кучу людей. На этом празднике, к сожалению, как на большинстве других праздников, присутствуют алкогольные изделия какие-либо. Вот эта отрава, которую сейчас многие в себя уливают. Но причем два водителя друг против друга им пить нельзя. По понятиям нельзя. По всем определениям нельзя. Гаишники, кто-то осознает, что может в алкогольном опьянении произойти в наркотическом. Поэтому они себя-то не пьют. Но один при этом глотает слюни и воротит нос, глаза поднимает к небу, потому что он не может на эту вакханалию смотреть свободно, потому что хочется присоединиться. А другой смотрит на это все дело как на сборище идиотов, которые себя убивают и от себя это все отодвигает. Ему даже запахи эти не нравятся. Но сидит, потому что тот привез, одеваться пока некуда, но вот сидит, кушает. Употребляет пищу. В чем разница? Разница в том, что первый себя сдерживает, тот, который на это смотрит и слюнки глотает, и не может присоединиться, потому что ему запрещают. А второй человеку, у которого есть осознание и проявлена воля. Первый человек находится безволевой, как сейчас многие говорят. Вот его сдерживает не воля, его сдерживает запрет, потому что нельзя. Но при этом он весь чуть ли не умирает, сидит. Вот сейчас еще немножко он под стол свалится, потому что ему плохо станет. Все пьют, а он не может. А это так хочется. А второй просто осознал, что это такое задрянь, что она совершенно ему не нужна, и ему хоть ты миллион плати, хоть ты ему насильно рот разевай туда, лей, он пить не будет. Понимаете? То это примерно из той же серии, как, например, взять кому-то, дать вилку и сказать, у тебя есть сила воли? Ну вот спрашивают, как перестать пить, типа воли нет. Я говорю, у тебя есть сила воли. Вот возьми этот нож и вот давай я тебе предложу разрезать руку себе или там живот распороть. Много ли тебе нужно будет силы воли для того, чтобы не разрезать руку или не распороть живот? Ну, посмотри, как он сумасшедший скажет, да никакой силы воли не нужно. Говорю, хопаньки. Значит, в одном деле самоубийства тебе нужна воля, чтобы остановиться, а в другом деле самоубийства тебе воля не нужна. Все-таки здесь главенствующее осознание и понимание. В первом случае человек просто не осознает, какой ущерб он наносит себе, наносит окружающим людям, как на физическом плане, так и на других планах. А во втором случае он четко осознает, какой ущерб он нанесет себе, если он спорит себе живот или разрежет себе руку с ножом. Или вариант с вилкой. Проколите себе руку или выбьете себе. Глаз вилкой. Нужна ли для этого воля, чтобы себе не выбивать вилкой глаз или в руку втыкать? Нет, не нужна воля, потому что все прекрасно осознаете. Так вот, воля и осознание – это два очень близких товарища, два очень близких друга, брата, которые живут рядом друг с другом. Одно воспитывает другое и поддерживает друг друга. Во времена самых страшных испытаний для того, чтобы проявилась воля, необходимо сознание, а для чего проявлять эту волю. Но как можно было объяснить Александру Матросову, что тебе необходимо подойти и закрыть своим телом амбразуру врага, чтобы твоих товарищей не побило? Но как можно было юнге Северного флота объяснить, что ты должен своими руками, своим телом перекрыть пробитый масляный кипучий провод для того, чтобы твой катер добрался до порта, чтобы его не разбомбили, потому что если масло вытечет, то он остановится, заклинит двигатель. И он своими руками закрыл этот маслопровод и катер дошел, но при этом он получил ожоги, обварился весь, но держал до последнего, костями уже держал. Ну как это можно, вот не объяснив, не понимая, без осознанности проявлять волю? Поэтому воля это в первую очередь осознанность. Где есть осознанность, там есть воля. Где нет осознанности, там нет воли. Поэтому если вы хотите воспитать волю в себе, то начните осознавать этот мир, осознайте себя в этом мире, и тогда этот мир начнет вам открываться так, как он есть. Надеюсь, я ответил. Так, дальше. Вопрос в эфир от Дмитрия. Почему вы не называете вместе с этим словом хелет? С чем это связано? А связано это, Дмитрий, очень просто. Вот с чем, на мой взгляд, с простым, как мне кажется. Когда я называю каким-либо малоупотребительным словом что-либо, то народ начинает как-то не понимать и поначалу даже такое сленго-слово шугаться. Когда же я называю современному русскому человеку или не обязательно русскому, но который знает русский язык, русскую мову, на понятные слова произносить, то тогда никакого противоречия у него не возникает. Поэтому, если я говорю, что получение даров природы четвертый день, лето вот такого-то, такой-то день, недели, то в этом случае все произносится на современном русском языке. И большинству славянских народов русичей это понятно. И на самом деле сейчас начинается вот первые дары природы, на самом деле тут никакого обмана нет. Ну, в средней полосе где-то, может быть, уже там в Африке все собрали давно, а на севере только-только к этому подходит, но мы по средней полосе ориентируемся. Вот такой простой ответ на такой незатейный вопрос. Так, Виктор, сестра научила Загору, как чистить воду, руку над сосудом с водой, над сосудом с водой, и говорить, я очищаю эту воду от негатива, оставляю только полезные мне природные качества и свойства, это мне нужно для того, чтобы употреблять природный продукт. Повторяйте минут пять-десять, может меньше, может больше, в зависимости от увеличенности, уверенности в своих словах и интуитивно. Согласен, абсолютно, тоже такие методы применяю, и не только, когда нужно получить чистую воду, а когда необходимо помочь еще другому человеку или себе. Вплоть до там мигреники какие-то появились, болезнь, то очень полезный метод. Дотронулись до человека, в одной руке держите чистую воду, условно говоря, она чистая вода, сначала ручку на одной ладошке в стаканчике держите, на другой сверху прикрываете. Мысленно, можете даже что-то не говорить, мысленно направили образ, сняли информацию с воды, сняли образ воды, заложили, свой нейтрализовали, то, что там неприятность какая-то, дальше дотронулись человека, сняли с него образ, наложили на воду, трансформировали, то есть его энергию перевели в лечебную и дали человеку выпить. Помогает на раз. Таким же образом можно трехлитровую банку доводить, но надо учитывать, что если вода будет очищена, то в этом случае тогда и заговор будет более правильный. Надо еще отмечать следующее. Люди заговоры на воду не производили на болотной воде или на воде из лужи, все-таки брали воду из источников, причем источников проверенных, а не те, которые канализация, например, где-то течет, кто-то считает, что ай-ай-ай, свеженький родничок пробился. Только почему-то запах какой-то странный, но родничок, будем из него воду брать. Вот таким родничкам надо относиться очень и очень насторожно. Поэтому чистая вода это залог успеха, а чистые мысли это укрепление этого успеха. Так, сын Леонидов, вопрос эфир, где с лекцией ознакомиться? Пока нигде, пока она в черновом варианте, как будет готова, я думаю, что появится в открытом доступе на канале Ютуба, а может быть еще где-то. Дальше. Елена, 777, не, а волю можно сломить? Или, а волю можно сломить? Волю можно сломить только вместе с сломлением физического тела. Я же сказал, что воля без осознанности, без сознания не может существовать. Воля и осознание, это неразделим между собой. Если ломается сознание, ломается сознание, то в случае ломается человек. Ломается человек, ломается сознание, но нет воли. Можно транквилизаторами всякими там, можно каким-то наркотой, можно еще чем-то, по башке можно дать. Сознание уходит, ломается воля. Но бывает другой момент, что воля уже надрессирована и на уровне подсознания закреплена. В этом случае тогда ломка этой воли, даже с включением сознания, будет очень трудна. Все равно воля будет работать. Здесь уже уровень дрессировки своего тела, это отдельный разговор. Об этом тоже можно будет как-то поговорить. Виктор пишет, что у меня жена Оля, вместе мы воля. Отлично. Кстати, когда я у детей спрашиваю, почему есть мужской пол и почему женский пол, это что? Это то, почему мы ходим. Дети сначала подают стопор, но некоторые приходят к быстрому ответу, потому что это одна половинка и вторая половинка. И необходимо создать целое. То есть, половинка одного, половинка другого и тогда создается целое. Поэтому есть женский и мужской пол. Вот даже дети до этого догадываются. Когда Виктор написал, что воля вместе получается, я с этим согласен. Так, дальше. Сын Леонидов, как понял, Алексей лекцию где-то начитывал. Да, начитывал. 25-го я был на Купале, а 26-го был еще в одном месте, где я там проводил свой интересный семинар. И там было жарко, народ, как котики, разлегся. И зашел разговор, что, ну, давайте, расскажи что-нибудь. Но я что-нибудь рассказал. Ну, кому-то понравилось. Дальше. Следующий вопрос. Как только начинаешь изогнавать, проявляется воля. Накапится знание, появится видение, а с ним и сознание. Ну, можно и так. Дальше, Виктор. Слово воспитать. Воспитать. Тогда что такое воспи и что такое тать? Да. Воспитание уже здесь много раз говорилось, что означает ведущим словом питания, отцовым словом питания, то есть, когда идет воспитание именно накопление информации, передача информации, правильной информации, вложение образов человека. Ну, а тать это отнять, воспитать. Ну, думайте сами, что это означает. Дальше. Вот, отечественным словом питать. Ведущим отечественным словом питать, это казак уточнил, благодарю. Так, спасибо за ответ. Думаю, действительно верный метод по проводицу. Благодарю за удельный совет. Сергей, наверное, написал. Пи и тать, пи и тать, что такое пи и что такое тать? Виктор задает вопрос. Так, казак, ответь, если можешь. Тебе вопрос был задан. Дальше. Елена, а мне кажется, что воля начинается с самоуважения и любви к себе. Самоуважение и любовь также относятся к осознанности. Любовь – это высшее проявление, когда люди начинают видать что-то более свыше данное. если нет осознанности, осознать свыше данное скорее всего не получится. Самоуважение как уважение к окружающему миру – это проявление любви и тоже без осознания, без осознанности, осознанности нашего простого понимания это тоже невозможно. Так что нисколько не вижу противоречий. Данил, вот вам и магия. конечно. Дальше казак, получается, что по твоей трактовке воздух – это ведущий отечеств к словам дух. Не буду в эти разговоры внедряться. Так, дальше у наших витязей волю не сломишь. У них девоконическое тело было до того развито, что никакому ни другому ворогу это не удавалось. Все равно, что с Богом борется. Да, вот есть такая наука, мне нравится пояснение, как побеждать малым числом большего противника. Да, все очень просто. Будьте на стороне богов. Если вы на стороне богов, то кто может быть против вас? Это самое простое. Быть на стороне богов – это не нарушать как раз волю богов, то есть волю самого себя, свое проявление самого себя. Это когда вы осознаете, кто вы на самом деле, осознаете, что тело – это всего лишь на все подчиненное демоническое существо, вами же созданное для жизни в этих условиях. Не бойтесь слова демонического в данном случае. Животное начало, которое ярко проявлено. Если убрать животное начало, то не будет человека. Если убрать высшее я, то тоже не будет человека. Поэтому человек – это такая структура очень интересная, очень многосложная. И это надо все учитывать. Кто-то пытается уйти только во что-то духовное, душевное, наверх туда. В этом случае они лишают себя земного начала. Кто-то пытается наоборот уйти вниз к этому животному началу, они лишают себя высшего. И в этом случае ни в том, ни в другом случае человека быть не может. Аз – это тот, который сумел подчинить себе то человекообразное существо, которое помогает ему в этой жизни, должно помогать в этой жизни для достижения длинных целей, который проявлен как высшее я, который через свои, через саря голове управляет телом и который структурирует пространство, так как он структурируется и находится в том месте, в то время, где он должен находиться. Вот это вот как раз и есть «Человек». Все остальное это разговоры непонятно о чем. Не хочу сейчас влезать в разговоры о телах. Тела достаточно много, вариантов представлений тех тоже очень много. И давайте я сейчас еще одну музыкальную паузу поставлю. Если будут еще какие-то вопросы, я отвечу. Если вопросов не будет, то тогда будем эфир заканчивать. Коротенькая пауза, буквально минуточку сорок девять секунд. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 июля 2016 года вторник, по одному из современных четвертый день месяца получения дорог природы 7500 до 4 лета шестится. Поздравляю тех, кто отмечает Русалии с Русалиями днями. Напоминаю, должен был эфир быть под названием «Мужское здоровье». Главный автор сведущий Ари Рат, но произошла отмена, поскольку там, где сейчас находится Ари Рат, интернет-связь неприемлема для проведения эфира. Так что смотрите чаще на сайт в раздел «Анонсы», и там будет появляться информация о том, когда, кто выступает. Также еще раз обращаю внимание на то, что помимо дня нужно смотреть на часы эфира, потому что бывает так, что соведущий не может из-за того, что находится далеко от московского региона вместе выходить, например, в 8 часов вечера, и поэтому эфир может назначен быть или на 7, или на 6, или на 12 часов дня. Так что будьте более внимательны, более разносторонними личностями, а не просто теми, кто живет по привычке, как биоробот по программе, который сам же все установил и считает, что эта программа очень правильна. Но, как показывает практика, правота определяется практикой. Да, из какого фильма запись что звучало? Это фильм Финист Ясный сокол, автор музыки, насколько я помню, Шаинский и Ножкин, как автор слов, так, насколько я помню. Но мы сейчас не это разбираем. Итак, какие еще, сейчас смотрю, есть вопросы. предложения, цикл передач такого типа вопросы-ответы, разбирать все по типу что такое ВОЗ, что такое ПИ, что такое ТАТЬ и почему, откуда, знаешь. Это прислал Виктор. Виктор, ну, я думаю, что тебя как раз главным сведущим пригласим, автором этой программы. Или, может быть, ты оффлайн будешь записывать, то есть не в живом эфире, не в живой передаче, а подготовишь и будешь выкладывать. Так, дальше, да, вот появилась Елена 77 выложенная, Финист, это кинофильм Финист, Ясный сокол, песня Хоровод Купала. Так, дальше Владимир меня спрашивает, был ли она Купали в Рузе? Да, был. И вот эти как раз передачи, которые будут в эту субботу в 12 часов и в следующую субботу в 12 часов они как раз записаны там, беседы с известными людьми. Так, ну что ж, что ж, вроде бы все вопросы обозначены, все ответы я отдал и по радио и не только. Дальше Василий Васильевич задает вопрос, а есть ли у кого-то желание поговорить с нодовцами? Василий Васильевич, ты это задал в чате для того, чтобы, как тебе дали ответ в чате? Ну, кто-то ответит, да, пожелаем. И кого-то предлагаешь, что сразу напиши, есть предложение там, или есть возможность, сразу учусь, тогда и отвечай, что есть возможность поговорить с тем-то, с тем-то. Ну что ж, вопросов больше я вижу, что не поступает. Буду считать, что свою миссию сегодняшним днем я выполнил. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 5 июля 2016 года, вторник, по одному из старинных календарей четвертый день получения дорог природы 7500 до 4 лета, кто отмечает русалья из тех, поздравляю с праздником, напоминаю, что сегодня по идее должен был быть по графику по все-таки вещания эфир под названием «Мужское здоровье». Произошла отмена, поскольку автор соведущий Ари Рат находится в том месте, где интернет не подходит для ведения этой передачи. И нам остается только ждать, когда Ари Рат появится в доступности, когда он сможет провести эфир. и я думаю, что мы назначим дату, оговорим, когда это будет происходить, время, и вам останется только внимательно наблюдать за анонсами, чтобы вы увидели дату и в нужное время включили сайт или включили приложение на своих телефонах, айфонах, смартфонах или что там еще у вас есть на компьютерах и уже слушали живой эфир, живую передачу с Ари Ратом по теме «Мужское здоровье». Ну что ж, да, вопросов больше нет. Ну что ж, рад был с вами пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Желаю вам всего самого-самого доброго. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Алексей Ерлов. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова